Здравствуйте дорогие подписчики, в эфире еженедельный обзор главных аграрных новостей. Сегодня поговорим о засухе, о мышах, о биржевой торговле подсолнечника и вообще о том, какие проблемы рождает высокая цена на зерно. Первая новость для вас вовсе не новость. Влаги нет и теперь урожай озимых культур на юге России под вопросом. В Ставропольском крае до нормальных дождей не было уже 5 месяцев. Тем не менее Минсельхоз регион рассчитывает, что озимые займут площадь более 2 миллионов гектаров и половина из этой площади уже посеяна. На Кубани посевная из-за погоды сдвинулась на неделю в сторону зимы. Сев проведен на 70% из запланированной площади в 1,8 миллионов гектаров. В Ростовской области посевная продолжается, оптимальные сроки сева уже ушли и мы видим, что результаты пока очень плохи. На днях Агрохимцентр Ростовский выпустил отчет о содержании влаги в разных регионах Ростовской области в октябре и видим, что картина не меняется. Влаги практически нет в горизонте от 0 до 20 сантиметров, а там где она есть от 40 сантиметров и ниже, ну она просто недоступна для посевов озимой пшеницы. Глава Ростовского гидромедцентра Елена Назарова говорит, что на некоторых полях всходы все-таки появились, однако и они в зоне риска, потому что влаги может не хватить и молодые ростки просто засохнут. Кроме того, сохраняется опасность, что в ближайшие дни пройдут так называемые провокационные дожди. 2-3 миллиметра, которые стимулируют озимую пшеницу прорастать, но дальше влаги снова не будет. И такая ситуация типична для многих регионов России. Роман Вильфант, руководитель федерального гидромедцентра, сообщил, что с начала сентября и до 10 октября, вот в этот промежуток, в Волгоградской области выпало всего 2 миллиметра осадков. В Астраханской области 4 миллиметра, в Калмыкии только 3 миллиметра. Такую засуху, пожалуй, самым актуальным решением может стать подзимний посев. Что это такое и как его провести? Об этом во время заседания клуба агрознатоков нам рассказывал профессор Донского государственного аграрного университета Николай Зеленский. Видео уже выложено на нашем канале, вы можете его посмотреть в двух частях. А я отмечу, что генеральным партнером этого мероприятия выступила компания ДолАгро. ДолАгро – эффективные технологии питания растений. Ну а пока на полях не появились сходы, нужно пользоваться моментом и проводить обработки против мышевидных грызунов. В Ставропольском крае их в этом году в полтора раза меньше, чем в прошлом, но расслабляться не стоит. В Ростовской области Росельхознадзор отметил массовое распространение вредителя в Песченокопском, Орловском и Сальском районах. Эксперты прогнозируют, что мыши будут мигрировать и особенно их нашествия будут страшны в южной, восточной и центральной орошаемой зонах Ростовской области. В засуху мыши страшны тем, что ищут не столько пропитания, сколько питье, и поэтому могут очень сильно повредить молодые всходы пшеницы, если, конечно, эти всходы появятся. Николай Андреевич Зеленский рассказал нам об опыте фермера из Целинского района. Геннадий Верещак, его называют местным кулибином, изобрел такой агрегат, который позволяет гораздо быстрее проводить обработки. Традиционно люди ходят по полям пешком и раскладывают отраву в норки мышей. Но вот Геннадий Верещак предложил с помощью такого агрегата высыпать на поле отравленное зерно порциями и сверху прикрывать его сеном, чтобы зерно не склевывали птицы. Такие столовки, по словам Николая Зеленского, будут очень эффективны. Их нужно располагать на расстоянии где-то 20-30 метров друг от друга, отступив от лесополос 30-40 метров. Как правило, вблизи лесополос мышей не очень много, они боятся хищников. Минсельхоз России предлагает новый механизм регулирования экспорта масличных культур. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут в Минпромторг России. Что предлагает Минсельхоз? Позволять компаниям отправлять на экспорт маслосемена подсолнечника или рапса, только если эти компании участвовали в биржевых торгах. Аркадий Злачевский, президент Российского зернового союза, сказал, что эта идея в принципе неплоха. Она поставит экспортеров и переработчиков маслосемян в равные условия и поможет аграриям продавать сырье по более выгодным ценам благодаря этой конкуренции. Впрочем, это не единственное ограничение, которое может быть принято. Оксана Лут предложила Минпромторгу также рассмотреть недавнюю инициативу Масложирового союза России, который предлагал давать разрешение на экспорт маслосемян только тем компаниям, которые эти маслосемена производят и только в том объеме, в котором они бы могли действительно произвести. Кроме того, одним из условий Масложировой союз назвал то, что компании не должны получать господдержку. По мнению объединения, это позволит устранить косвенное субсидирование иностранных переработчиков за счет российского бюджета. Понятно, что ограничения на экспорт маслосемян тесно связаны с тем взлетом цены, который мы наблюдаем практически весь год. Но вот только с начала сезона, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, подсолнечник подорожал на третий. Сейчас стоит примерно 33,5 тысячи рублей за тонну с НДС. Масло при этом подорожало только на 25% и стоит примерно 75 тысяч рублей за тонну. Маслозаводы не единственные, кого заботит стоимость сырья. На этой неделе Росптицы Союз обратился в Минсельхоз России с просьбой поддержать производителей мяса птицы. Такая необходимость возникла в связи с тем, что очень сильно выросла стоимость кормов. Так, например, компоненты для комбикорма, которые представители отрасли закупают за рубежом, подорожали на 50-100% из-за колебания курса валют. Стоимость фуражной пшеницы выросла на четверть. Фуражная кукуруза подорожала на 35-40%. Рост цен на подсолнечник составил до 59%. Естественно, себестоимость продукции птицеводства увеличивается. А вот поднять отпускные цены птицефермы не могут, потому что опасаются падения спроса на мясо птицы. Рентабельность бизнеса упала до 7%. Многие предприятия использовали ту финансовую подушку безопасности, которая у них была. И теперь их будущее остается очень рискованным. Именно поэтому Росптицы Союз просят Минсельхоз выплатить субсидии на корма, а также ввести какие-либо ограничения на экспорт зерна. Ну, в частности, к воду. Впрочем, не только животноводы, но и переработчики зерна беспокоены стоимостью пшеницы. Так, например, Российский Союз мукомольных и крупенных предприятий уже не раз просил Минсельхоз урегулировать вопрос с волатильностью цен на зерно. Но пока вводить какие-либо ограничения этот союз не просит. И рассчитывает, что пшеницу смогут мукомольные предприятия покупать по доступной цене благодаря интервенционному фонду. Ну, а тем временем, профессор Института экономики РАН Иван Стариков сказал, что из-за роста цен на пшеницу неизбежно удорожание таких продуктов, как хлеб, макаронные изделия и водка. Ну, если дальше будут появляться в прессе такие заявления, скорее всего, Минсельхоз будет вынужден принимать решительные меры по ограничению экспорта. Остаются считанные месяцы до того, как контроль за пестицидами и агрохимикатами перейдет в руки Россельхознадзора. Ведомство контролировало эту сферу до 1 августа 2011 года. Потом полномочия у Россельхознадзора забрали и никому не передали. И вот теперь снова правительство возвращает эти функции Россельхознадзору. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, теперь депутатам осталось только проголосовать. Согласно тексту документа, Россельхознадзор получит право вести контроль за пестицидами и агрохимикатами на таможенных пунктах пропуска через границу России, а также в местах производства, продажи, хранения, применения, обезбреживания и уничтожения пестицидов и агрохимикатов. Кроме того, Россельхознадзору будут даны полномочию по запрашиванию у компаний информации и документов, касающихся пестицидов и агрохимикатов, для того, чтобы Россельхознадзор мог контролировать, собственно, всю эту сферу. Кроме того, в России в скором времени будет создана информационная система прослеживаемости оборота пестицидов и агрохимикатов. Ну, наверное, уже по аналогии с Меркурием для молочной продукции и с той системой прослеживаемости зерна, которая вот-вот будет создана. Хорошая новость для животноводов. Правительство решило продлить льготную ставку НДС в размере 0% при продаже, покупке, импорте племенного скота. Эта мера действовала с 1 октября 2016 года. И должна была закончиться 31 декабря 2020 года. Однако на недавнем совещании правительство решило, что следует поддержать отечественное животноводство и продлить льготный НДС еще на пару лет, до конца 2022 года. Вся сложность теперь заключается в том, чтобы переверстать трехлетний бюджет, поскольку он был сформирован с учетом дохода от НДС при импорте или продаже скота. НДС должен был равняться 20% и принести бюджету 16,6 миллиарда рублей. Теперь эти доходы будут выпадающими, но в то же время они не будут вытянуты из кармана животноводов, которые такой скот приобретают. Минсельхоз России прорабатывает вопрос о том, чтобы запретить учить на ветеринаров студентов заочно. Этот вопрос обсуждался на встрече в ведомстве 12 октября. Одним из участников этой дискуссии была эксперт Молочного союза России по животноводству и ветеринарии Елена Репина. Она заявила о том, что многие выпускники аграрных вузов, которые получили диплом ветеринара, имеют очень низкую профессиональную подготовку. В самих же вузах нет производственных площадок, где бы студенты на практике могли отработать какие-либо приемы. Учхозы должны были сохраниться в государственной собственности, но тем не менее были приватизированы и вот как результат многие вузы лишились практики. Кроме того, нет производственного опыта у многих преподавателей. А экзамены проходят без привлечения специалистов-практиков из действующих хозяйств. Если в этих условиях учить ветеринаров заочно, то ни о какой профессии говорить нельзя. В России скоро будет принят новый кодекс об административных правонарушениях и два изменения в нем коснутся непосредственно аграриев. Как вы знаете, сегодня КАП штрафует сельхозпроизводителей за то, что они не борются с растениями-сорняками. Но пока список растений-вредителей утвержден на федеральном уровне. Новая редакция КАПа предполагает, что каждый регион самостоятельно будет определять какие растения являются карантинными на территории этого региона. Второе изменение касается производителей пищевых продуктов. Если сейчас они могут быть наказаны только за обман потребителя, то новый КАП будет содержать пункт о том, что все производители пищевых продуктов несут ответственность за фальсификацию товаров. Как объяснил советник министра юстиции Денис Новак, новый пункт будет гораздо жестче штраговать тех, кто выпускает на рынок фальсификат. На этом наш выпуск завершен. Пишите в комментариях, что вас волнует и смотрите лекцию Зеленского. Продолжение следует...